Андрей, чтобы приложиться к мощам Георгия Победоносца, в очереди стоит час. Говорит, максимум люди стоят часа три. Я с Казанского приехал сюда, с левого берега, и решил преклониться к мощам. 6 мая патриарх Кирилл на поклонной горе перед мощами Георгия Победоносца в день его памяти совершил молебен о победе. После этого Ковчег с частицей святого отправился в путешествие по России. В Воронеж святыня прибыла из Липецка 16 мая вечером. Пробыла она у нас до вечера 18 мая и от нас отправилась в Казань. Ковчег провезут по сотне городов России. Путешествие закончится в сентябре в Москве. Георгий Победоносец считается покровителем воинов. Поэтому многие пришли сегодня помолиться о тех, кто рискует своей жизнью, неся воинский долг. Мы за все переживаем. В храме постоянно молитвы идут у нас, домашние молитвы. Молитесь, все молитесь, и вы молитесь, и мы будем молиться. Сейчас в Воронеже в очереди у Благовещенского собора стоят сотни людей, чтобы попросить помощи у Георгия Победоносца. Мощи святого путешествуют по стране благодаря духовно-просветительскому проекту от комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь совместно со Всемирным Русским Народным Собором. Также 17 и 18 мая в Воронеже проходит Всероссийский социальный форум, на котором обсуждался главный вопрос, как решить демографическую катастрофу в стране и сделать семьи многодетными. Об этом мы расскажем в наших следующих сюжетах. Духанин Денис, Олеся Олесюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Олесюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал.